Всем привет, это Science Daily, новости науки и космоса. В этом году до Марса долетели сразу три миссии – американская, китайская и арабская. И две из них – американская и китайская – успешно высадили свои аппараты на Красную планету. На фоне таких событий возрос интерес к перспективным проектам и технологиям, которые в будущем помогут сделать Марс обитаемым. Специалисты из архитектурной фирмы Abibo Studio и научно-аналитической компании Sonet представили свое видение того, как может выглядеть первый город на Марсе. Город, получивший название Нюйва, представляет собой концепцию полностью масштабируемого устойчивого мегаполиса на Красной планете, высеченного в скале высотой около 1 км. Концепт-дизайн в виде вертикальных конструкций, встроенных в скалы, был разработан с учетом уникальных суровых условий Марса. Модульные трубчатые макроздания будут связаны между собой трехмерной сетью тоннелей и предназначены для размещения как жилых, так и рабочих пространств. Инфраструктура также соединяется с небесными вестибюлями, спроектированными с использованием полупрозрачных материалов и больших защитных навесов. В каждом модуле будут зеленые зоны, городские сады и специальные зоны конденсации для вентиляции и обогрева. Кислород будут вырабатывать деревья, а в качестве источника энергии архитекторы предполагают использовать энергию Солнца. Помимо центрального города Нюйва, проект включает в себя еще четыре города в разных уголках Марса. Общая вместимость городов до одного миллиона человек. Ранее уже предлагались решения для создания поселений на Марсе, но столь масштабных проектов еще не было. По словам главного разработчика, город Нюйва может стать первым экологически безопасным городом на Марсе. В нем будут жить, взрослеть, стареть, умирать и рождаться люди. С точки зрения дизайна Нюйва создавалась ведущими учеными, и дело здесь не только в красивых архитектурных решениях. Проект разрабатывался с учетом многих проблем, с которыми человечество столкнется при создании поселения на Марсе. Название города происходит из китайской мифологии. Нюйва – это богиня, которая создала Вселенную и защищала людей от всего плохого, что происходит. Проект еще находится в стадии развития, но разработчики уже обозначили некоторые важные моменты. Во-первых, основным рабочим материалом города будет сталь. По мнению ученых, получить сталь можно из воды и углекислого газа, содержащегося в атмосфере Марса. То есть, по сути, город можно будет построить за счет местных ресурсов. Во-вторых, прежде чем начать строительство города, потребуется произвести геологическую разведку местности. А для этого необходимо присутствие на Марсе астронавтов. В-третьих, из-за двухлетнего окна запусков, количество ракет, необходимых для отправки хотя бы 250 тысяч человек с Земли на Марс, будет огромным. Детального анализа стоимости проекта пока нет. Команда разработчиков считает, что строительство может начаться ориентировочно в 2054 году и затянется на несколько десятков лет.